Друзья и гости сегодняшнего круглого стола, посвященного масличным, сегодня мы поговорим о препаратах, которые могут применяться, в том числе для выращивания растений сои. В целом будем говорить о биометоде и о сои, поговорим в принципе в частности. Как уже предыдущий спикер говорил, биологический метод позволяет реализовать довольно большой потенциал культуры, полностью реализовать потенциал культуры, но здесь нужно учитывать, что подход к биометоду должен быть осознанным, то есть не стоит просто браться и в отдельные цифровые какие-то биопрепараты, нужно понимать, какая схема и какой смысл в принципе применения тех же самых биопрепаратов на сельскохозяйственных культурах. Осознанный подход к применению биопрепаратов не ограничивается применением только по одной фазе роста и развития растений. Кроме того, осознанный подход также не исключает применение тех же химических средств защиты растений, потому что все прекрасно понимают, что биологические средства не могут закрыть все потребности, а как технические потребности для выращивания сельскохозяйственных культур. Но тем не менее, биологический метод позволяет очень хорошо защитить растения от избыли и заболеваний. Мы понимаем прекрасно, что при выращивании только биологическим методом есть сложности для борьбы с сорняками, тем не менее, закрыть проблему по борьбе с болезнями биологический метод полностью позволяет. он, в принципе, может быть представлен в качестве защиты от болезней состоит из четырех звеньев. Каждое звено на самом деле очень важно. Первое звено и самое главное звено – это разложение пораженных корневых остатков. Причем здесь достигается не только эффект минерализации органического вещества и эффект доступности, повышения его доступности для питания растений. Но в первую очередь достигается эффект, скажем так, восстановления микробиологического состава почвы, поскольку при заделке большого количества растительных остатков и большого количества саломы у нас, так или иначе, какие-то патогены, которые на саломе остаются, они тоже в почву попадают и в почву при наличии влаги быстро развиваются. Следующая звено – это защита семенного материала. Причем, когда говорим о защите семенного материала, в основном все представляют обычно про травку, ну, очистку, в принципе, самого семенного материала. И многие забывают, что очень важным моментом является защита еще и корневой системы растений. Особенно важно для озимокультур. Собственно говоря, для того же самого озимого рапса, зимовых и так далее. Третье – это выработка антистрессового потенциала в растении. То есть индивидуальная, неспецифическая устойчивость растений тоже позволяет очень сильно, соответственно, повысить устойчивость растений и точнее к возбудителям болезней. Ну и четвертое – это, конечно, непосредственно оперативная работа по болезням, по гигитациям, применяя соответствующие к индицидам. Сегодня, поскольку это все иду очень долго, сегодня коснемся только вопрос именно про травки семенного материала. Здесь компания «Биона» предлагает именно комплексное решение, которое строится, на самом деле, помимо про травки семенного материала, еще и на решение, которое позволяет улучшить питание растений. То есть здесь используются инокулянты, это, соответственно, потенциал азотного и фосфорного питания. Здесь используются микроэлементы, соответственно, которые позволяют реализовать полностью потенциал тех же самых макроэлементов. То есть без макроудобрения, если прекрасно понимаешь, микроэлементы тоже работают эффективно, полной мере не могут. Биопротравители, конечно же, и адюманты прилипают специфические вспомогательные вещества. И начнем мы, наверное, с биопротравителей. Непонятно почему, но на масличных культурах, на боковых культурах эти препараты не находятся широко распространения, но, тем не менее, в качестве ссои, как масличной культуры, как боковой культуры, биопротравители имеют ряд преимуществ перед, соответственно, химическими установителями. Основное преимущество – это именно защита корневой системы и повышение, скажем так, эффективности инокуляции. У большинства предварителей, у нашего предварителя, у компании Биона в том числе, есть, соответственно, инокулянты, которые позволяют обеспечить растениям азотное и фосфорное питание. И это бактерии, эти бактерии – живые микроорганизмы. Соответственно, применение любых средств защиты растений химических, пусть это будет даже классический максим, который все применяют, смешиваются с биологией в классических схемах, так или иначе, все равно происходит угнетение тех же самых бактерий, будь то уменьковые бактерии, будь то ассоциативные бактерии. В любом случае происходит угнетение. И, в частности, в рамках протравки семенного материала обязательно стоит использовать именно биологические средства защиты. И у нас это продукт-эспект на основе двух бактерий – псевдомоносаурухатсенс и бацилосамилолюкфатсенс. Руссокий титр – 5,5 млрд. Бактерий полностью совместим с инкулянтами для боков. В принципе, для этого препараты разрабатывался. Ну и, в принципе, обеспечивает защиту семенного материала. В чем смысл еще биофангицид? Как я уже говорил, это защита дизосферы корня. Это то, что химический средств защиты растений в полном мире дать не могут. Второй эффект применения биофангицидов – это снижение литератного эффекта. То есть, как говорили, что в некоторых случаях применение литератных препаратов на основе, например, тибоконозола дает необходимую агротехническую задержку при вращивании культуры. И также можно применять тибоконозол при вращивании дирамутных, в текаре, в эту сторону, если поздно, естественно, тема, чтобы не ушло отрукование. Но, тем не менее, в большинстве случаев, особенно для всех литератных культур, вот этот эффект от тибоконозола ретонантный является губительным, потому что культура не может реализовать полностью весь свой генетический потенциал. И здесь, соответственно, применение биотрепаратов и биофангицидов позволит избежать этой проблемы с ретонантным эффектом. Кроме того, опять защита лизосферы корня. Я уже говорил, очень большое количество фитопатогенов будет находиться в почве, и из почвы, соответственно, они могут проникать на корневую систему растений и приводить к возникновению заболеваний. И когда мы работаем теми же самыми пангицидами уже по вегетации, мы боремся с проявлением заболеваний, значит, что потери урожая уже есть, они уже имеются. При применении биологических следующих растений мы избегаем именно источника заболеваний, значит, избегаем мы потери урожая, то есть, позволяем, кто реализовывает больше энергетических потенциалов. Как и рыбовую культуру для соя, ну, здесь, на самом деле, особо долго останавливаться не стоит. Все прекрасно знают, что на российском рынке существует очень большое количество инокулянтов. Все инокулянты в основном на двух бактериях. Брадиозобиум и японикум, брадиозобиум и украин. Что здесь стоит обратить внимание? Первое, самое главное, это чистота препаратов. Все культуры брадиозобиум и японикум очень чувствительны к условиям возделывания. Если препараты не разливаются асептически, либо производятся не асептические условия, такие препараты в полной мере не приводят к образованию клубников на то же самое слое. Это нужно учитывать. То же самое с сатинными азотфиксаторами, тоже бактерии наподобие азосперилум, азотобактер геноланди, те же самые, они очень чувствительны к внешнему загрязнению в полной мере, при наличии каких-то посторонних бактерий, которые могут двигаться, в том числе и фитопатогены, полноценно реализовать в этом салоне могут, и обеспечить, естественно, растения полностью азотным питанием тоже не могут. В остальном же инокулянты для сои, если никаких проблем нет, если есть влага, опять-таки, если есть фосфорное и калийное питание, бактерии брадиозобиум и японикум позволяют действительно обеспечить практически полный фонд азотного питания, то же самое с соей. Но помимо того, что есть клубниковые бактерии на сои, есть еще и ассоциативные бактерии, соответственно, для масличной культуры. Можно применять и на рамсе, можно применять и на подсолнечнике. В принципе, есть результат. В нашем случае этот препарат нитромоидс на основе бактерий аспирилум бродиланс. С китром 2 миллиарда. Это ассоциативный азот фиксат. Это значит, что клубниковые бактерии, никаких наростов на корневой системе не образуется. То есть бактерии живут просто в резосфере корня, не образуют каких-то крупных структур, соответственно, но при этом также усваивают азот из воздуха, переводят его в аммонийную форму, и в аммонийную форму, если он либо страивается в питание и культуру, либо идет уже на процесс нитрификации и образования интернатного азота. Кроме того, для масличных культур также возможно применение протравителей на основе бактерий псевдомоносауровацин, бассовосубтилис и бассовосаймоновикофацин. Это три основных вида бактерий, которые активно применяются для обработки оксидного материала, так и для обработки растений по вегетации. Если первая бактерия псевдомоносауровацин в основном выступает с точки зрения двух функций. Первый – это антагонизм к возбудителям заболевания, второй – это роста стимулирующий эффект. То, о чем я говорил, снижение ретродутного эффекта за счет того, что бактерии это синтезирует с фитогормонами – гетерооксин и цитокинин. Гетерооксин, соответственно, способствует росту броневой системы за счет удлинения клетки, грубо говоря. Цитокинин в большей степени влияет именно на накопление биомассы именно зеленой, на земной части растений. С точки зрения бактерий рода Батцеллс, это сильный антагонизм, очень высокий антагонизм к различным возбудителям заболеваний. И, с другой стороны, это выработка самых антибиотиков. Каждая из этих бактерий, Батцеллсуприс и Батцеллсаноли и Батцеллсаноли, вырабатывает до 80 видах антибиотиков, что позволяет данным препаратам быть очень эффективным, особенно в раках бактериоза. То есть, порогах бактериоза, биологические препараты намного более эффективны, чем химические. Единственное, если не в сравнении, не брать лишний антибиотиков. По результатам коротенька тоже пробежимся. В качестве примера растения соя в 2021 году сравнивали, соответственно, инокулянты различные. А на производителе, как я уже говорил, в данном случае брался в качестве сравнения как раз инокулянт, который разливался не в ассоциатических условиях. В качестве результата получали, естественно, намного меньше прибавку урожая, а как следствие, меньше экономической эффективности от применения препаратов. Еще один, соответственно, опыт с растениями соя, тоже пример выращивания без инокулянта, без, соответственно, фона использования удобрений. Кстати говоря, да, очень часто применяется, тоже немножко ходя в сторону, очень часто в качестве технологии возделания соя инокулянт заменяется на азотное питание, на азотное удобрение. Да, в некоторых случаях это позволяет получить немножко лучший урожай, там пару-тройку центра с гитарой получить, соответственно, получить вроде как экономическую эффективность при текущей цене на сою где-то в районе 10 тысяч рублей. Но здесь нужно учитывать, что при отказе от инокуляции и внесении азотных удобрений, культура бомбовая перестает быть хорошим предшественником. Соответственно, на следующей культуре всегда получится меньше урожай, чем могли бы получить при использовании инокуляции. Вообще так происходит, потому что меньше идет накопление азота в корневой системе и в растительных остатках. Соответственно, в меньшей степени азот уже передается последующую культуру. По другим масличным культурам мы прослушивали в пример протравители для масличной культуры на примере респекта 25-го и бактофорта. Примеры применения протравки семян с той же самой респекта и бактофорта. Как вы можете видеть, за счет иноксинжения ретродатного эффекта, за счет повышения дружности сходов, энергии и восстания, за счет увеличения мощности корневой системы получали следствующую прибавку урожая. В среднем по 2-3-4 центра с гектара по итогам 19-го и в 20-м году мы получали примерно похожие результаты. Ну и что еще хочу сказать, что биологические препараты у нас в компании Биолог сейчас сертифицированы для органического земледелия и могут быть использованы при производстве продукции под органическое и сельское хозяйство. Сертифицированы согласно системе ЦЕРОС. Соответственно, как я говорю, в органическом земледелии пропечки в полной мере могут быть использованы. Спасибо, Александр Олегович. Есть вопросы к Александру Олеговичу? Александр Олегович, ну а вот многие жалуются, кто выращивает сою, но это, наверное, не к вам, по сорнякам, что невозможно их удалить с поля. Ну, на самом деле, больше всего с такой проблемой, наверное, сталкиваются именно те сеть воспроизводителей, которые выращивают продукты именно органического земледелия, потому что в их инструменте, в их арсенале нет химических следовища для растений. Они выходят из этого положения, собственно, агротехническими мероприятиями, межтребной культивации. То есть в процессе вегетации, соответственно, на ранних этапах, после всхода, соответственно, применяются определенные культиваторы, которые работают именно в междуряде и механическим, и, скажем так, используя систему искусственного интеллекта, подстраиваются именно конкретно по междуряде, в зависимости от того, как производился сервер. Очень интересные агрегаты, на самом деле, и, в принципе, на текущий момент они доступны на рынке и позволяют практически полностью избавиться от сорной растительности на культиве. Ну, не травмируя, например, на основном. Не появились вопросы? Есть вопросы? Пожалуйста. Вопрос такого плана. Нажмите, чтобы было слышно. Ага. Вопрос такого плана. Инокуляция короха, но все-таки вот аргентинские инокуляты, которые применяются с каким-то специальным компонентом, прилипателем, который уменьшает этот эффект антагонизма Максима с биопрепаратом. Что-то они услышали. И насколько там вот именно идет угнетение азофиксирующих бактерий фунгицитов. И второй вопрос. А инфектицидные протравители, вот на основе, на основе каких-нибудь противоволочников, они совмещаются с какими-либо? Инсектицидные химические протравители совмещаются с инокулянтами. Что касается фунгицидных протравителей, все абсолютно фунгицидные протравители оказывают негативное действие на бактериальную страдающую существо, на клубниковые бактерии как для соя, так и для гороха, так и для всех бобовых культур. Здесь проблема вся заключается в том, что даже при раздельном на самом деле нанесении химического фунгицидов все равно остаются какие-то достаточно количество действующего вещества, и корни растений, например, могут не вырабатывать определенные органические соединения, то есть те же самые фитогормоны для нормального клубникового образования. С этим может быть связано. Кроме того, те же самые препараты, которые используются в качестве защиты клубниковых бактерий, их называют экстендеры, есть у них, естественно, у всех происходящих производителей абсолютно, но в полной мере они не спасают экстендеры, в большей степени направленные не на защиту бактерий от химических веществ, а на защиту бактерий от, например, доставка влаги. От каких-то условий, ну, воздействия те же самые компитопатогенов на химическое вещество, потому что химическое вещество находится в одной баковой смеси, то есть внешние компоненты бактерий, когенов, как-то еще нужно вот этим экстендерам защитить бактерии, но непосредственно в баковой смеси их никак не защитишь. Единственное, здесь универсальное правило, чем меньше в баковой смеси, ну, вместе, скажем так, находятся зоны нанесения на семена биологический и химический компонент, тем лучше. А вообще, еще в защиту биологических компонентов, биологических преподавателей относительно процесса инопуляции, можно сказать то, что сами по себе бактерии, например, те же самые псевдомонады, псевдомонос, науэрофатсенс или певорасенс, они вырабатывают полисохранитель, которые тоже могут являться тем же самым фактором инопуляции для бобовой культуры. То есть они улучшают процесс инопуляции. Конечно, лимитирующим фактором все равно в наших регионах основной является, конечно, младен. Поэтому здесь довольно сложный процесс. И полностью сказать, что если вам кто-то говорит, что полностью экстендер решает проблему совместимости инопулянтов с химическими преподавателями, то, скорее всего, просто маркетинг. И там вопрос на сколько? Ну, практически нет, на самом деле. То есть повышается устойчивость бактерий к, например, несадку влаги или к каким-то внешним условиям, средовыживаемость бактерий повышается, конечно. Но полностью это не защищает никаким образом от химических преподавателей.